Город О прошлом нашего города В 1748 году для первого Барнаульского рынка отвели место между рекой Барнаулкой и деревянной Петропавловской церковью Образовалось целое поселение – Купеческая Слобода Позже на левом берегу Барнаулки появилась базарная или торговая площадь – одно из центральных мест старого Барнаула По речке прямо к ее торговым рядам подходили плоты и лодки с товаром Разгружай, становись в ряд, забирай все подряд На северной стороне базара построили деревянные лавки, а в конце 19 века и каменные Так появилась Малотобольская улица Торговля тут кипела бойко Кому капусты, свеклы, моркови? Репы не надо ли? По воскресеньям в город съезжались крестьяне из соседних деревень и поселений На ярмарках продавали практически все Лошадей, коров, гусей, зерно, муку, мед, сахар, пряники Ткани, шапки, расшитые душегрейки, шали, шубы, валенки А пирожки есть? Никаких пирожков! На площади работали рыбные мясные базары А в 1908 году по решению городской думы рядом с соборной площадью организовали масляный базар Торговали алтайскими сырами и сливочным маслом Эй, честные господа! Пожалуйте сюда! А где торговля, там и толпы народу Шум, драки Городские власти полвека пытались навести порядок на базаре Этого у них так и не получилось Одним январским днем 1914 года мороз стоял градусов 36 Крысы в поисках еды выбегали из теплых помещений Пытались перебраться на другую сторону улицы Но они замерзали посреди пути Падали на дороге замертво Корреспондент местной газеты «Жизнь Алтая» Прогуливаясь в этот день по площади базара Увидел несколько барнаульцев, которые что-то увлеченно обсуждали Что тут происходит? Поинтересовался он у одного из зевак Так вот поглядеть, крыс-то козинять! Посреди толпы из стороны в сторону металась крыса Ее привязали к столбику толстой веревкой, а шерсть была чем-то измазана Вдруг кто-то из торговцев поднес к животному зажженную свечу И крыса вспыхнула как факел За что же вы с ней так-то? Эта тварь во второвском амбаре полпут зерна попортила! Ой, не бреши! Она у сухого аршин материи сгрызла Отродясь у сухого крыс не водилась Это от колбасника Колокольникова пришла В голе голосов потонул и последний писк казненного зверька 19 января 1914 года благодаря заметке журналиста весь Барнаул узнал о крысиной казни Бури 20-го столетия обошли базар стороной Торговать тут не прекращали ни во время гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной Деревянные лотки, мусор и вонь всегда оставались фирменным знаком базара В 1986 году ближе к проспекту Ленина был выстроен новый крытый корпус центрального или колхозного рынка Как и за сто лет до этого, здесь продавали все подряд Сейчас здание рынка вновь реставрируют Он станет очередным объектом туркластера Барнаул-Горнозаводской город Несколько лет назад рядом со зданием появилась и первая в столице края пешеходная улица Малотобольская Город. Слушай. Аудиогид по Барнаулу